Коллеги, здравствуйте! Может быть вы заметили, но последнее время, даже в том же Барнауле, каждую неделю приезжают десятки бизнес-тренеров. И кто из них полезен, а кто из них не полезен? Как отличить хорошего бизнес-тренера от плохого бизнес-тренера? Сегодня мы решили спросить об этом у Ольги Ковтуновой, консультанту по управлению и учредителя школы выживания предпринимателей. Здравствуйте, Ольга! Скажите, пожалуйста, какие-то критерии, полезности, неполезности, как можно определить человеку неосведомленному, что вот этот семинар для него будет полезен? Ну, если с точки зрения семинаров полезен или нет, обычно каждый выбирает для себя по той степени прогретости, которая нужна в данный момент. То есть, если там нужна система оплаты труда, идем на систему оплаты труда. Нужна стратегия, идем на стратегию. Если с точки зрения того, какой консультант хороший, а какой плохой, обычно консультанты, которые работают всерьез и надолго, приносят вам какую-то новизну в компанию, они являются такими как бы совладельцами тех процессов, которые происходят, над которыми они работают. То есть, основная задача консультанта или тренера – внести новизну, внести какое-то новое качество и очень четко выстроить систему, в результате которой вы однозначно увеличиваете свою доходность. А если просто красивые слова и отточенные технологии, которые не приносят никаких изменений в компанию, то, наверное, это не есть хороший результат. В этом плане мы планируем, что в городе Томске мы 12-13 собираем такое сообщество, в том числе предпринимателей и бизнес-тренеров, консультантов, которые нам позволят показать в регионе такую хорошую работу. На рынке очень много бизнес-консультантов. Сколько примерно по-настоящему интересных, полезных людей, которые ездят по регионам и рассказывают какие-то тренинги, семинары? Мне кажется, это как в сообществе предпринимателей соотношение такое. 96 – те, которые обладают предприимчивыми способностями, а 4 – те, которые звездят. Вот и здесь тоже такое же соотношение. Прогретость рынка очевидна, и большое количество консультантов оно видно. Но соотношение тех, которые могут делать изменения, они просто единицы на рынке, которых покупают, гонорары которых серьезные, и которые приносят реальные изменения в компании. И причем бизнесмены очень часто их знают на перечет. То есть кто, как работает, какими методами работает. Я хочу сказать, что Ольга Ковтунова и ее команда работали над имиджем форума АТР, как управленческого форума. И вот, Ольга, я хотела бы узнать, какие проблемы были при разработке, на что ориентировались, когда разрабатывали имидж вот этого форума, и все ли получилось? В самом начале перед нами ставилось три задачи. Первая задача – это создать новую концепцию форума, то есть это три года назад было. Вторая задача – это построить функциональную структуру, чтобы каждый понимал, кто за что он отвечает. И третья – это создать основные процессы оперативные, которые бы обеспечивали выполнение тех или иных задач. Ну то есть какие бизнес-процессы должны быть обеспечивающими для форума. При этом нужно диву даваться, ребята успевают 1200 человек, 1500 разместить в течение полудня. То есть настолько организовано. Сейчас это уже как определенная заслуга от того, что было сделано. Концепт виден и очевиден, он налицо того, что происходит с форумом. То, что вырастает количество участников, тоже очевидно в этом году конкурс. Например, на моей площадке порядка 3-4 человек на место было. И мы набрали значительно больше, чем нам необходимо было. То есть первоначально было 90 человек, на площадке работает 110. Ребят сельских территорий. Вырастает качество проектов. То есть на сегодня у нас очень много проектов, связанных с производством, с запуском сельскохозяйственной продукции. Это тоже несомненный плюс форума. Но инфраструктурно, наверное, ни для кого не секрет, что инфраструктурно форум просто вырос на глазах. То есть появилось размещение очень хорошее, очень комфортные условия. Очень быстрая работа команды форума, оперативная. Все четко понимают, кто за что отвечает. И обычно считается, что тогда хорошо выполнена работа, когда ее не видно. Вот когда инфраструктуру не видно, а все работает само по себе, это значит форум живет и отлажен очень хорошо. В последнее время форум АТР уходит от сравнения, от ярлка такого сибирский селигер. Есть ли различия, да, и может быть уже как-то величины сопоставимы сейчас? Ну мы вот в самом начале, когда опрашивали, ребята, многие приехали в этом году, тоже достоинство такое с европейской части России. И они говорят о том, что у АТР появилась своя уникальная такая специфика. Во-первых, здесь очень много проектов, связанных с экологией, очень много проектов, связанных с туризмом. Здесь очень много межэтнических проектов. Например, у меня на площадке спокойно работают ребята с Китая, с Монголии, с Казахстана. Они между собой все объединяются, дружат, состоят какие-то альянсы и так далее. На селе Герри это тоже есть, но здесь у нас такой азиатский колорит на АТР. И плюс отмечают очень большую отдачу тренеров, которые работают. Потому что тренера работают с 8 утра и до 12 постоянно на площадке, на площадке. Что здесь не акцент на пиар, а больше такой акцент на непосредственно то, чтобы человек получил какой-то результат здесь. Спасибо большое. Ну, АТР, как уже сказали, уникальная площадка, не менее уникальные гости здесь. Я обещаю, что еще интересные гости в нашей студии обязательно появятся. Коллеги.